Дорогой Дорогая Доброе утро Тунч и Илюль Что ты здесь делаешь? Когда ты пришел? Да вот недавно Что это с тобой? С той стороны покажется, что ты спала сегодня с кем-то Был такой человек? Да нет, еще чего Не начинай опять Ну не знаю Вчера ты была очень холодна со мной А вечером не отвечала на мои звонки Или ты изменяешь мне? Не надо глупости нести, пожалуйста Что такое? Ревнуешь, что ли? Очень Вчера ночью не смогла ответить на свои звонки, потому что я занималась с Альпером Он сделал очень глупые проекты Вначале Все было хорошо Но потом он совсем забросил дела Ну и я в итоге получаю от Османа Ты простил меня? Ну ладно тогда Я в душ, а потом в компанию Не будем выводить из себя Османа Моя тупенькая любовница Которая считает себя умной Значит мы меняем правила игры Ладно Мы тоже будем играть по твоим новым правилам Сестра Назире Да, Игненок Ты видела часы мои? Да, пойдем Пойдем Здесь Возьми Не эти Есть вот эти И вот эти Сынок Это все, что я знаю Сестра Назире Возьми это Хочешь, выкинь Хочешь, кому-то дай Я их не ношу Но почему? Такие красивые часы, сынок Ладно, ладно Моя жена Моя дочь Как так бессовестно могли поступить? Ради можно оставлять беременную женщину, а так? Мы никого не оставляли У нее в животе твой внук Тебе стыдно должно быть Что происходит? Ось, ну-ка не спрашивай Опять все закрутилось, завертелось Отец Осман Не злитесь, пожалуйста, на маму Захре Как-никак она тоже права Кемаль ее сын И если нужно от кого-то отказываться То я ни от кого не отказывалась Не надо мне зря пустословить Иди найди сына, приведи его сюда Этот тупица будет исправлять все, что он сделал Папа? Слушай, хватит тоже кричать на маму Не зная, что происходит, не лезь Отец У Кемали никогда не будет свадьбы с Хандан Потому что вчера у него была помолвка с Бахар Что? Но как это может быть? Они друг друга любят, и у них будет свадьба Хандан А тебе хватит уже все усложнять? Кемаль тебе ничего не даст Джунейт, хватит Хандан беременна Ребенок Кемали что, должен остаться ни с чем? Почему ты не слушаешь? Я тебе говорю, я говорила с Кемалем Он знает, что станет папой Все же он не пришел, да? Понятно Теперь никто из вас не будет вмешиваться Не волнуйся, доченька В кратчайшие сроки будет у вас свадьба Назирея Принейте мою верхнюю одежду Я правда не хотела всего этого Мама Кемаль Где же они? Алло Сынок Доброе утро Доброе утро, вы вышли с утра пораньше? Ты пришел поздно, поэтому я не стала тебя будить Берат Кемаль дома? Нет, он вышел Ой, бедный, бедный мой ребеночек Сейчас он не сможет ни через окно, ни через дверь зайти Ой, не говори, от счастья да Да какое счастье, сынок У него сердце кровоточит Тут, конечно, вечером вышел После того, как ты ушел, пришла Госпожа Зухре Антан оказалась беременна, Берат Беременна? Да, казалось бы, это невозможно, но Теперь они будут вынуждены расстаться Берат, ты на линии? Я здесь, здесь Я расстроился Послушай Господин Усман все узнал, имей в виду В любой момент он может туда прийти Сообщи Кемалью, ладно? Ладно, ладно, ты не волнуйся, я все скажу Берат Дружба и братство превыше всего Не забывай, ладно, сынок? Да, мама, это так Увидимся Черт меня подеря Не говори так, пожалуйста Бахар Я очень тебя люблю Ты же это знаешь? Веришь мне? То, что произошло с Хантан Ну, это ситуация с беременностью Это было до того, как я тебя узнал Но после того, как я тебя узнал Я к мне вообще не прикасался Я знаю Но что это изменит? То есть Я Всю ночь не спала Искала выход из ситуации Выход, который никого не расстроит Выход, который не оставил бы невинного ребенка без отца Я его не нашла Кемаль Я ничего не нашла Послушайте, я не знаю, что вы за детективное бюро За сколько работаете Не волнуйтесь меня В кратчей сроке я должна найти свою сестру Вы будете мне помогать или нет? Ладно Буду там Детали обсудим на личной встрече Господин Джунет все еще не пришел Конечно, сын хозяина Для него график это ничто Тоже мне артист А почему ты так говоришь? Местами он приходит раньше всех И вообще спит ночами в офисе Значит, начала его уже покрывать, да? Слушай, не надо недооценивать его Джунет очень успешен в своей работе Он ответственный человек Проявил впечатление Слушай, дело не в этом Но он человек особенный Он не такой злой и безжалостный, как его отец Несмотря на все, что сделала Фериде Он настолько совестливый, что он был с ней В палате больницы и держал ее за руку Слушай, он, оказывается, тебя ослепил И играет с тобой, как с игрушкой А мы этого даже не знали Скоро сожмет меня в своих руках Да, конечно Не думаю, что из-за того, что вы одну ночь были вместе Он теперь твой Не надо так верить в себя Ты чего несешь вообще? Он страдает от любви И я имею в виду, что сегодня ты, а завтра будет другая Сейчас помимо меня он больше ни о ком не думает Я знаю Откуда знаешь? Вы же столько дней с ним не виделись Да, я не вижу с ним Но он все ходит со мной Ты правда очень глупая Один раз вы спали, ему нужен второй раз Может быть, будет и третий раз, но... Четвертый... Сегодня он будет уходить из дома Ильюль с утра А завтра другой полезет Господин Тунчик, господин Осман очень зол Он в своем кабинете ждет вас А что случилось опять? Я не знаю Но он на всех кричит Каде, дорогая Как-то тебе уже лучше? Пойти к доктору, может? Нет, сестры, со мной все нормально, не надо Не знаю, что было бы, если бы ты не подоспела Хватит уже об этом думать Ты ночью ведь звонила маме, а то, наверное, померла она от волнения Я звонила, ей не волнуйся Йолдес, можно тебя? Ты отдыхай, ладно? Да, любимый, я выхожу Ты будешь с ней очень внимательна, поскорее ее отправь Фирма, что ты говоришь, куда ее отправить? Не рассказывайте про отца твоего, что ли? Если он узнает, что сестра Бахара у нас дома, это будет очень плохо Ну ладно Это останется между нами с тобой Если ты не скажешь, то никто не скажет Эх, Йолдес Заботилась бы ты так о себе Слушай, ты вчера, что ли, начал работать здесь? Как ты мог такую ошибку допустить? Где товар? Аж в Йосгарте А деньги где? Их нет Я разберусь с этим, дядя Ты не волнуйся Уж ты свой, пожалуйста Чего, за три месяца ты не разобрался? Мы все уже расслабились Не понимаю, что происходит Дядя Да молчи ты В этой компании После меня и Джинейта Кто имеет большую полномочий? Ты Почему я дал тебе эти права? Чтобы ты какую-то дурь творил, что ли, а? Если я не могу тебе довериться Кому мне доверять, сынок? Что такое, господин Оргин? Что происходит? Ой, не спрашивайте Господин Осмамна Трио, он очень злой А господин Тунч рядом с ним Отец Что опять случилось? С утра Ты на всех не переставай кричишь Потому что с одним не закончишь Другой начинает А сейчас я вожусь Тупостью твоего кузена Мы пришли Бахар Ну не надо Мы там, где все началось Я тоже не хочу, но Не надо Все началось именно здесь И сейчас здесь оно Я этого не вынесу Кемаль Думаешь, я смогу это вынести, а? Мы любим друг друга Есть какое-нибудь решение Наверняка оно есть Есть ведь ребенок Невинный ребенок Он ни в чем не провинился Он не может расплачиваться Ни за наши грехи Ни за грехи Хандан Субтитры сделал DimaTorzok Можешь это сохранить? Не забудешь ведь меня, да? Кемаль, я буду хранить. Вот здесь. Ты будешь единственной женщиной, которую я буду любить. До последнего вздоха. Кемаль. Вы выходите? Ну, как видишь, да. Наргиз. Господин Джунейт пришел? Да. Спрашивал про меня? Нет, не спрашивал. Мы много лет работаем с ними. Как-никак они заплатят. Мне кажется, ты преувеличиваешь немного. Мы что, не будем отчетывать их за свои затраты, что ли? Прекрасно. Тогда прекрасно. Давайте будем танцевать, пир устроим. Так постепенно и разорите меня. Все это от вашей сбалованности. Я... Я добьюсь этой выплаты, дядя. Считай, сегодня все будет у тебя. Как бы мы тебя не нагрузили. Отныне. Не поделившись ни со мной, ни с Джунейтом, ты не будешь делать ни шагу. Пока не научишься нормально пользоваться своими правами, так и будет. Тунч. Пап, ну не надо. Тунч очень старается ради этой компании. Ты ведешь себя несправедливо. Несправедливись по отношению к тому, кто ведет себя несправедливо, поставит его на место. Звони в бухгалтерию. За последний год я хочу видеть все затраты. Все, без пропусков. Господин Аргиз. Куда вышел отец? Я не знаю. Он злобно вышел. Он ничего не сказал. Господин Тунч тоже ушел. Где Мехмед Кемаль? Здесь его нет. Я слышал? Помолвка была. Второй пяк пытаетесь все провести, да? Но зря. От меня вы ни кусочка не сможете отделать. Сегодня я не в состоянии твою клевету слушать, Осман Козан. Возможно, весь мир является твоим, но это мой дом. И представляешь, я тебя вообще не хочу видеть в своем доме. Вы за это заплатите за все. Вы отлипнете от Мехмед Кемаля. Мы никому не прилипли. Мужчина. Ты что, слов не понимаешь, что ли? Что это за человек такой, а? Хандан, беременна. Да мы знаем. Так если знаете, чего вы помешать-то не можете? Еще меня жизни учишь, да? Слушай, ты кто такой? Отец. Отныне, пока не подъедешься со мной с Джунетом, ты ни шагу не сделаешь. Тогда получится поставить его на место. Наполни-ка. Как давно ты работаешь здесь? Да уже два года. Ничего себе. Работай два года в одном и том же месте. Значит, начальник тебя сильно любит, да? Спасибо ему, любит. Ну или он делает вид, что любит тебя, чтобы ты так думал. Будет тебе улыбаться. На три куруша больше тебе заплатят. Раз в шесть месяцев, дай бог, будет какое-нибудь празднование. Ты будешь чувствовать себя королем. И считая так, ты будешь больше перед ним расстилаться. Будешь терпеть его выходки, оскорбления будешь мимо ушей пропускать. А потом моргнуть не успеешь, как ты уже клоуном стал. Ты будь собой. Не терпи того, кто тебя не любит. Потому что терпение – это лицемерие. Самопожертвование является пустым местом. А любовь на самом деле бесчестием называется. Джердет приходил, Бурак. Не приходил, госпожа же я. А вот и королева пришла. Дорогой. Кого я вижу? Тунч дорогой. Разве ты оказывался здесь ранее в такое время? Сегодня так. Решил начать пораньше. Забудь, что я сказал. Твой начальник на другого человека не похож. Шагай. Уходим. Секунду. Мехмед Кемаль. У тебя есть ответственность. Ты станешь отцом. Я знаю, отец. Сколько еще ты будешь это говорить? Для тебя это тоже такая возможность, да? Послушай, перед этими нищими людьми нормально со мной разговаривай. Ты иди за словами, отец. Одна моя любимая женщина, а тетя Севгим ее мама. И для меня тоже мама. Ты не можешь так о них говорить. Да знаю, я знаю. Постоянно одно и то же твердишь. Шагаешь к одному и ту же корыту в итоге. Хватит уже говорить. Ну ладно. Раз уж знаешь, сейчас иди в машину. Я приду. Мехмед Кемаль. Отец. Ты, кажется, не услышал. Говоришь, я иду. Вы выиграли. Сейчас оставь меня одного. Я приношу извинения от имени отца. Не вздумай ничего говорить. Это позор твоего отца. Не нужно на тебя сваливать вину. Доверяю вас всевышнему, отец Севги. Удачи тебе, сынок. Бахар. Я всегда буду любить тебя. Я люблю только тебя. Кемаль. А я всегда буду любить тебя. Кемаль. Кемаль. Тунч, а Джунейд тоже придет? Свадьба отменилась, я расстроилась. Ой, не спрашивай. Закончил все из-за измены. Что? Что ты такое говоришь? Пускай это останется между нами, Джунейд тогда так напился. У нее чуть гангрена не было от страданий из-за любви. Да ладно. На самом деле я расстроилась. Да конечно, конечно, глаза у тебя так засверкали. Ну, ладно. Если нужно признать, да, я обрадовалась. Ну, Фериде, или как ее там звали, она не подходила Джунейду. Она была такая простушка. Мне кажется, было очевидно, что все будет так. Ну да, да, в итоге она его предала. Ну ладно. Сейчас ему очень нужен хороший доктор по любви. То есть как? Может быть сейчас хороший момент для вас? Извини. Джунейд. А вот и объявился. Позову, пускай придет. Давай, зови, пускай придет. Так будет лучше. Не горячо ведь? Нет, теплый. Это Кемаль? Смотрите, кого я к вам привел. Кемаль. Любимый, ты пришел. Пришел ко мне. Добро пожаловать домой, сынок. Я не вернулся домой, мама. Я пришел сделать то, что вы все хотите. Я стану мужем твоим. Что я говорил тебе, доченька? Хорошенько приглядывайте за невесткой, чтобы ничего не случилось с моим внуком. Я пошел в компанию. Я знал, что ты свою ошибку рано или поздно исправишь. Любимый, я знал, что ты в итоге вернешься ко мне. Ты меня не понимаешь, что ли? Я к тебе не вернулся. Я пришел из-за ребенка. Но произойдет то, что вы хотите. Этот брак будет заключен. Но на этом все. Я вернулся не потому, что ты хочешь. Я пришел, чтобы исправить ошибку. Кузен. Кузен, добро пожаловать. Привет, заключенный. Мы с тобой уже год не виделись. Что, как у тебя дела? Да все нормально. Справляюсь. Это какой уже по счету? Сто миллионов. Сорок пятый. Что это за безответственность? Что значит возникли срочные дела, и я не смогла прийти? Я же вам сказала, я ищу свою сестру. Это вопрос жизни и смерти. Нет. Завтра никакой встречи не будет. Я вам уже доверять не смогу. Тупоголовые блюдки. Ты правда очень наивная. Один раз парень вместе, ему нужен второй раз. Возможно, и третий раз будет, но... Четвертый. Сегодня утром он вышел из дома и люль. А завтра будет с другой. Кака уровень подождённый я不行. О laughs ИНИЦ КОНЕЦ ИНИЦ Очень